Новости нашего региона. В правительстве Воронежской области обсудили готовность управляющих компаний к очередному отопительному сезону, а также строительство спортивных и социальных объектов. Подробнее в сюжете нашего корреспондента Елены Цветковой. Региональный проект «Спорт. Норма жизни» выполнен на 45%. Почти половина населения Воронежской области проявляет активный интерес к здоровому образу жизни. С начала года проведено более 500 спортивных мероприятий в рамках проекта. На его осуществление предусмотрено более 2 миллиардов рублей. До 2024 года включительно. 18 спортивных объектов уже введены в эксплуатацию. Еще 12 спортивных площадок ждут своей очереди. На них выделено более 200 миллионов рублей из федерального бюджета. Финансирование получается почти 50-50, да? Наши средства и средства на федеральный бюджет. Александр Ильич, у нас это финансирование получилось по итогу 2019 года, связанное с центром Греблина Байдар-Канад. В центре Греблина Байдар-Ках и Каной работы будут закончены уже этой осенью. Реконструкция ведется на стадионах «Чайка» и «Локомотив». Там обновят газонное покрытие на полях. Семь спортивных объектов стоят на очереди. Средства на них будут выделены из областного бюджета. Это решение, которое принимали в этом году и целевые средства в виде 2 миллиардов рублей, которые мы направляли на оснащение и капитальный ремонт объектов, сохраним. Поэтому их тоже нужно учитывать же в объемах софинансирования, по крайней мере. Я понимаю, что они официально, может быть, не пройдут, как софинансированные нацпроектов, но мы нашим коллегам в федеральной структуре должны показывать, что мы помимо тех средств, которые по бюджетному кодексу или по принятым решениям направляем на софинансирование, еще и тратим значительные средства самостоятельно. У нас же стадион «Буран». Куда более волнующий вопрос, чем строительство спортивных соцобъектов, готовность к отопительному сезону. Капитальный ремонт системы отопления завершен в 113 домах Воронежа и области. Ростехнадзор выяснил, что всего 113 котельных в городе готовы к отопительному сезону. Это всего лишь 10%. Тем временем коммунальщики запасли 126 тысяч тонн угля. Жидкое топливо использовать не предполагается. Одним из самых актуальных вопросов, когда столбики термометра опускаются все ниже, становится, когда же в жилые дома начнет поступать тепло. Что касается многоквартирных домов, мы с сегодняшнего дня начинаем работу с управляющими компаниями вместе с государственной жилищной инспекцией, с тем, чтобы систему начинали заполнять. То есть все будет зависеть от оперативности работы управляющей компанией, ну и, соответственно, конечно, от пожеланий жильцов. С сегодняшнего дня все управляющие компании начинают работу по заполнению систем. Кроме 120 домов, в которых проявляется ремонт системы отопления, ремонтные работы должны быть закончены в срок не позже 10 октября. У управляющих компаний, тех, у которых не проводится ремонтных работ в плановом режиме, они сейчас уже начинают это делать, там, где проводятся ремонтные работы. Как только заканчиваются ремонтные работы, будет проведена опрессовка системы отопления и подано тепло. Между тем, прокуратура Комиттерновского района уже инициировала административные дела в отношении управляющих компаний за нарушение при подготовке к отопительному сезону. Проблем себе нажили директора УК «Мастер», УК «Городок», УК «Коминтерновского района» и РЭК «Содружество».